Не стоит, впрочем, думать, что российские власти тут как-то особенно отличаются. Что касается желания сохранить контроль за гражданами, тут правительства во всём мире ведут себя похоже. Об этом в нашем недавнем выпуске про кризис хорошо говорил Родзинский-младший. Посмотрите, если ещё не. Мало того, пандемия и общий стресс дали такую почву теориям заговоров, какой я не припомню с великих терактов 11 сентября 2001-го. Что только не обсуждается. Что ВОЗ и Китай намеренно раскрутили эпопею с вирусом, играя на руку американской демпартии против Трампа. Что вся пандемия срежиссирована как часть президентской кампании в США. Один мой приятель не шутя говорит, что всё придумано в Тель-Авиве, чтобы израильтяне со всего мира вернулись на историческую родину и платили налоги там. За этой шумовой завесой, кажется, всерьёз пропал лидер Северной Кореи. Ким Чен Ын то ли в коме, то ли, как пишут на Западе, уже умер, то ли, как сообщают в самой Северной Корее, в глубокой медитации. Имеет ли она отношение к коронавирусу – непонятно. Всё-таки Северная Корея была в самоизоляции задолго до того, как это стало мейнстримом. Вот что точно, с нынешней пандемией мы увидели тотальный фейл одного из главных постулатов Голливуда. Помните все блокбастеры-катастрофы последних двух десятилетий? Там земляне всегда объединяются перед лицом внешней угрозы. Это когда астероид прёт на Землю или очередная инопланетная тварь. И всегда президент США, которого обязательно играет Морган Фримен, становится главным моральным авторитетом. Жизнь продолжается. Мы победим. Так вот, реальная внешняя угроза показала, что при её приближении земляне разбегаются по домам, запирают двери и границы и начинают ещё больше опасаться соседей. Главное правило карантина – каждый сам за себя. Всё наше представление о войне миров, начиная с Герберта Уэллса, оказалось ошибочным. Прилетайте, инопланетяне, завоёвывайте нас поодиночке. Объединяться мы, видимо, не способны, как вид. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова